МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На исходе ночи 22 июня 41-го года немецкая авиация обрушилась на советские приграничные аэродромы. Основной удар пришелся на западный особый военный округ. Здесь, на стратегическом направлении Минск-Москва, начала свои боевые действия германской группы армий центром. На правом фланге западного округа границу прикрывала 11-я смешанная авиадивизия, в состав которой входил 122-й истребительный авиаполк. На вооружении полка были истребители И-16, которые вступили в бой с противником с первых минут войны. На 16-м можно было драться. Маневрный самолет и, кроме сказок, еще две пушки. Я два самолета на 16-го сбил. Когда свалка идет, и 16-й даже лучше понимает мессера. Он везде проберется, проберется, подберется, к мессеру и стукнет. И-16 был самым массовым истребителем начального периода Великой Отечественной войны. Этот самолет считался устаревшим. Он проигрывал в летных характеристиках немецкому мессершмитту. Но основная тяжесть первых воздушных боев выпала именно на этот истребитель. Советские летчики на И-16 в неравных воздушных схватках отчаянно дрались с мессерами и дали понять немецким массам, что война на Восточном фронте отнюдь не будет для них легкой прогулкой. Истребитель И-16 ТИП-28. Взлетный вес – 1980 килограммов. Максимальная скорость – 460 километров в час. Практический потолок – 9900 метров. Дальность полета – 440 километров. Вооружение – два пулемета «ШКАС» калибр 7,62 миллиметра и две пушки «ШВАК» калибра 20 миллиметров. И-16 был сконструирован под руководством Николая Поликарпова в 1933. В конце декабря того же года Валерий Чкалов выполнил на этой машине первый полет. И уже в следующем году было налажено серийное производство нового истребителя. И-16 представлял собой свободно несущий моноплан с убирающимся шасси и мотором воздушного охлаждения. Истребитель отличался необычайно малыми размерами, что обеспечивало минимальное аэродинамическое сопротивление. Одной из особенностей самолета была предельно задняя центровка. Машина обладала хорошей маневренностью, но при этом была строга в пилотировании. Хороший был самолет, но не для каждого летчика. Сложный самолет был. Простой. И в то же время очень сложный. Перетяни ручку. Он тебе... Говорили, что он сворачивается в штопор. Это нужно быть идиотом для того, чтобы свернуться на него в штопор. И он выходил, Руську отдает себе, и он стоит. Он моментально выходил из штопора. В 35-м году И-16 поступил на вооружение ВВС. С этого времени самолет стал непременным участником парадов на Красной площади и воздушных праздников на аэродроме в Тушино. На этой машине свое летное мастерство показывала пилотажная группа «Красная пятерка». И-16 стал родоначальником нового вида боевых самолетов – скоростных истребителей-монопланов. До второй половины 30-х годов в истребительной авиации доминировали самолеты бипланной схемы. Считалось, что они обладали большей маневренностью и, значит, преимуществом в бою. Достоинства скоростных машин монопланной схемы проявились осенью 36-го. Истребители И-16 были отправлены в Испанию на помощь республиканскому. Первый воздушный бой произошел 9 ноября над Мадридом. И-16 избили четыре самолета «Хейнкель-51» из немецкого легиона «Кондор». Преимущество скоростных истребителей над бипланами было безоговорочно. Франкисты прозвали новый истребитель «Рата», что в переводе с испанского означает «крыса». Республиканцы ласково называли его «Моска», то есть «Муха». Советские летчики И-16 нарекли «ишачком». По-видимому, застроптивый характер этого самолета. Весной 37-го в небе над Испанией И-16 пришлось вступить в бой с новейшим немецким истребителем «Мессершмитт-109». Это был цельнометаллический моноплан с мощным двигателем жидкостного охлаждения. «Мессеры» превосходили советские истребители по многим характеристикам. Немецкие самолеты были быстрее в горизонтальном полете и пикировании, имели больший боевой потолок. Однако И-16 были маневреннее своих конкурентов, особенно на высотах ниже 3000 метров. Итоги испанских боев во многом послужили причиной разработки новых истребителей, способных на равных сражаться с «Мессершмиттами». Но пока И-16 оставались основным участником воздушных сражений конца 30-х годов. Летом 1939-го на Халкин-Голе, через полгода в войне с Финляндией. К началу июня 1941 года обстановка на западных границах СССР была напряженной. 122-й истребительный авиаполк, в котором служил младший лейтенант Сергей Толгушин, располагался под Гродно и был оснащен и 16-ми посредних серий. Эти машины имели усиленное вооружение. Две пушки и два пулемета оснащались более мощным мотором и были оборудованы радиостанцией. И вот уже прям чувствуется, чувствуется. Немцы ведут себя так нахально. Перелетают до границы. И вот как-то мы идем парой с товарищем и смотрим. Е-87, километров пять за границей. Нам сказали, убейте. Ну, у меня две пушки в плоскостях, два касса на моторе. Я не стал даже пушками бить его. По кабине ударился кассами, все, летчика убил, самолет воткнулся. Это был первый сбитый самолет до объявления еще войны. А на следующий день уже война. Кем и когда был сбит первый вражеский самолет после начала Великой Отечественной доподлинно, вряд ли можно установить. Но, как считает герой Советского Союза генерал-майор авиации Иван Лавейкин, первая победа была одержана на истребителе И-16. В 3 часа 30 минут над Брестом звеном лейтенанта Федора Мачалова из 33-го истребительного авиаполка был сбит немецкий самолет-разведчик. Шла 15-я минута войны. В течение первого дня войны немецкая авиация неоднократно бомбила аэродромы Подгродно, но существенного успеха добиться не могла. До наступления сумерек над этим районом не прекращались воздушные бои. К вечеру летчики 122-го и соседнего 127-го полков доложили о 35 воздушных победах. Две из них были на счету Сергея Долгушина. 22-го числа я сделал, по-моему, 9 вылетов. Штурмовкой почти с том они занимались. А тут все вылеты на отражение налетов немцев. Немцы. Бои, бои, бои. Излюбленной тактикой немецких истребителей стала атака с превышения и последующий уход горкой вверх. У Ишачка не было шансов догнать противника. В воздушную схватку на горизонтали, где И-16 имели преимущество, немецкие пилоты просто не шли, сводя бой к последовательности пикирования, обстрелов целей и уходов вверх с занятием позиций для последующей атаки. Единственное, на что приходилось рассчитывать пилотам Ишачков, это лобовая атака. Если они замечали идущий в атаку с превышением месяца, то старались немедленно развернуться навстречу, используя хорошую горизонтальную маневренность своих самолетов. Усиленная предвоенная подготовка советских пилотов дала свои плоды. По данным немецких источников, первые две недели боев были единственным периодом за всю войну, когда еженедельные потери самолетов авиации Германии на Восточном фронте выражались трехзначным числом. И только хорошо отлаженный военный механизм Люфтваффе позволил немцам завоевать превосходство в воздухе. В результате дезорганизации управления советские истребительные полки остались без топлива и боеприпасов, была потеряна связь с командованием. В итоге огромное количество самолетов было уничтожено немецкими штурмовиками на аэродромах и брошено при отступлении. Как потом не хватало истребителей для защиты бомбардировщиков и штурмовиков, которым приходилось летать на боевые задания без прикрытия? И не вина в том устаревшего истребителя И-16. Он показал себя достойным бойцом. Например, в составе 13-го истребительного авиаполка эти машины были задействованы на Ленинградском фронте. Только за один весенний месяц 42-го года полк заявил об уничтожении 54-х немецких самолетов, потеряв при этом лишь две машины. А знаете что? Летчик, летающий на И-16, в полной мере, для него любой самолет барахло. Если умеешь на И-16 летать, на любом истребителе полетишь. Подтверждение просто говорю. Мы на моих третьих беремся. Потом к нам пристроили и с коленями на И-16. Так летчики не меньше нас избитых имели. Дело-то подчас не в самолете, а дело в руках летчика и голова летчика. Руки и голова. Руки и голова. Продолжение следует...